Добрый вечер, дорогие зрители, в эфире программа «Главное». И сегодня мой гость Владимир Киреев, российско-белорусский политолог, руководитель аналитического отдела международного евразийского движения. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, у меня к вам вопрос. Что привело вас в нашу страну? Мне давно хотелось побывать в республике Молдова, Молдавии. Я еще с детских времен много знал и про молдавскую, и про региональную культуру. Мне всегда было интересно, как живут здесь люди. Сейчас моя мечта сбылась. Я посетил Кишинев с целью знакомства с политическими экспертами, преподавателями гуманитарных наук, журналистами. У меня такой рабочий визит с целью знакомства с вашими экспертами, специалистами по гуманитарным наукам, по политологии. Я с удовольствием на протяжении нескольких дней общаюсь с молдавскими специалистами, узнаю их мнения о происходящих в республике делах, о международных вопросах, как они видятся из Кишинева. И с удовлетворением отмечаю, какая здесь приятная атмосфера, какие интересные люди, вообще как здесь колоритно. Я понимаю, что хотелось бы побывать здесь побольше, подольше, поездить по стране. И обязательно побывать не только в крупном городе, который меня очаровал, конечно, но еще и в сельской местности. Я хочу посмотреть, как живут селяне и как устроена жизнь людей, которая ближе к корням, аутентичнее. Но это, наверное, необходимо делать летом, так что вернемся к этому вопросу где-нибудь весной, если получится. Будем вас ждать с нетерпением, но я бы вам советовала приезжать к нам осенью, когда у нас день вина. Тогда, я думаю, можно будет, конечно, познакомиться с молдавским гостеприимством, молдавской кухней и с нашим молдавским вином. У нас есть такой праздник, он очень хороший и проводится как раз 14 октября. И как раз все наши молдавские производители вина представляют свою продукцию. Это замечательный праздник. Я понимаю, что обязательно необходимо сюда приехать именно 14 октября. Приезжайте. Владимир, давайте перейдем сразу от важного к очень важному. Я бы тогда хотела задать вот такой вопрос. Что Евразийская интеграция, Евразийский союз дает таким странам, как Молдова? В свое время был Советский союз, был Совет экономической взаимопомощи. И страны, которые в нем состояли, республики советские, страны, которые сотрудничали с Советским союзом, получали единый рынок, единые технологии. Возможность международной кооперации страны бурно развивались. И несмотря на то, что на поздний советский период было много недовольных этим вопросом, все экономические показатели были очень хорошими. За годы советской власти был сформирован очень большой промышленный экономический потенциал. Да и военный тоже, кстати, оговорка по Фрейду. Но здесь в данном случае он существенный. Потому что значительная часть экономики работала на оборонку. Это высокие технологии, это рабочие места. И все страны, которые входили и в СЭФ, и в Советский союз, они практически гарантировали свое экономическое развитие на долгосрочной основе, рынке сбыта для своей продукции, гарантировали качественные условия труда на предприятиях. Потому что это было все, мы знаем, что советское общество, социалистическая система, она была построена на примате интересов простого человека. Все усилия были направлены на то, чтобы удовлетворить основные и неосновные потребности человека в развитии, в экономических потребностях, в безопасности, в культурном развитии. После распада вот этой социалистической системы было очень много надежд на то, что Запад возьмет эти страны себе под опеку, назовем так скажем. И они получат новый виток развития, потому что существовало представление, что социалистическая система зашла в тупик, развитие было маленьким. В последние годы Советского Союза ежегодное развитие было всего 3,2%, что по меркам того времени казалось очень малым. Давайте сравним сейчас с современными западными странами и обнаружим, что 2-3% прекрасные проценты. Но тогда казалось, что этого мало. Но вместо того, чтобы получить бурное развитие, при распаде Советского Союза все страны, все республики и социалистического блока, и бывшего Советского Союза надеялись на то, что, как я уже сказал, Запад откроет перед ними рынки, технологии, разместит здесь свое производство и во всяком случае будет закупать продукцию наших производителей. Вместо этого мы все повсеместно получили упадок экономический, распад экономики, распад социальных структур, массовая нищета, преступность, при этом галлопирующая преступность. Постепенно с некоторыми элементами деструктивных 90-х годов удалось справиться. Но общий лейтмотив, который мы видим, то, что Запад не открыл нам свои рынки. Напротив, он воспринимал нас как сырьевую базу, как ресурсную базу, за счет которой он улучшил свое собственное экономическое положение. Из бывших советских республик были выкачаны огромные ресурсы. И речь идет и о экономических ресурсах, и о полезных ископаемых, и речь идет о устранении экономических конкурентов. Потому что, если бы советская экономика продолжала существовать и по образцу китайской экономики, например, вышла на глобальные рынки, то Запад получил бы огромного конкурента, как сами они признавались, которыми они бороться не могли. Но при распаде Советского Союза и политике постсоветских элит, которая была направлена на то, чтобы войти в подчиненное положение к Западу, это и была добровольная позиция, необходимо отметить. Что даже не Запад победил советскую систему, а советская система сама себя сдала, не продала даже, а передала в руки противнику. Она признала добровольную капитуляцию. И в ответ Запад все это получил даром. И он уничтожил экономического конкурента. Это еще один аспект. Помимо того, что они получили ресурсы человеческие, сырьевые, они получили местные предприятия, которые они приватизировали и приобрели технологии, они брали глобального конкурента. Взамен они не дали ничего, кроме пустых обещаний. Я думаю, что это перенос ответственности на европейские страны или на западные страны. Это уже другой вопрос. Но тракторный завод в Республике Молдова, он никем не куплен, он просто развалился. То же самое касаемо и телевизионного завода, и компьютерного завода, который недостроен. То я думаю, что здесь не было вопроса о приватизации. Здесь был скорее вопрос в том, что когда развалился Советский Союз, капитулировал, как вы говорите, добровольно. Хотя для меня этот вопрос, скажем, спорный. 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 Я бы хотела сказать, что был такой некий перенос ответственности на западные страны, которые эту ответственность просто не взяли. Вот и все. А свою собственную не нашли. Это если говорить о том, что происходит в нашей стране. Я почему вас спросила по поводу, что предлагает Евразийский Союз таким странам, как Молдова. Потому что для наших зрителей сейчас в первую очередь важны вопросы экономического характера. Это цены на газ, упрощенное нахождение граждан Республики Молдова в России, и льготы для нашей сельхозпродукции, которые ждут наши сельхозпроизводители. Окажет ли нам поддержку в вопросе строительства этого каскада ГЭСТ в Днестровском бассейне? То есть много таких вопросов, которые интересуют наши граждане. Даже уже не политического характера, а скорее уже экономического. Потому что у нас страна находится в тяжелых экономических и социальных кризисах. Совершенно верно. Вы правы. Я ответил вам. Только начал отвечать на вопрос. Потому что, собственно, ключевой вопрос, что даст евразийская интеграция для Молдовы, она даст как раз рынки, технологии, которых сейчас не хватает. Не только Молдове. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Вот смотрите, у нас ситуация в стране так. Общество разделено по многим вопросам. В том числе и по тому, где мы видим или какую ориентацию, господи, прости меня, принять Республике Молдова. Нам смотреть на Запад, идти на Запад, или нам смотреть на Восток, нам с россиянами, с европейцами, с американцами, с кем нам. Поэтому простые граждане страны задают себе вопрос, а что нам даст? Потому что те, кто нам говорят, что наше развитие страны вместе с Европейским Союзом, то там говорят, будет экономический успех, будет экономическое послабление, мы выйдем из социального и экономического кризиса. И они спрашивают, а что нам даст Европейский Союз? Вот почему я этот вопрос задаю. Россия сейчас, несмотря на санкции, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру мировую, она развивается. Мы видим, что рост экономики осуществляется, качество жизни растет, открываются новые предприятия. И Россия предоставляет такие же возможности странам, которые открывают перед ней свою экономику, которые объединяют свои экономики. Это страны, которые входят в ЕАЭС и в таможенный союз. Мы не берем политические структуры, которые военно-политические, как ОДКБ, только ЕАЭС, таможенный союз. Это новые рынки, новые технологии. Это возможность трудоустройства на рынках стран ЕАЭС, таможенного союза. В первую очередь, конечно, речь идет о России, потому что я не думаю, что граждане Молдовы поедут куда-нибудь в Казахстан. Да, это слишком далеко просто, может быть, там и есть условия для трудоустройства, но это далеко. Речь идет, конечно, о России. Россия открывает свои рынки, Россия предоставляет возможность трудоустройства. Это не какие-то фантастические волшебные замки, это реальная ситуация. Граждане Молдовы уже ездят в Россию, уже бывают, знают условия. Они не всегда идеальны, но это растущий рынок, он реальный. И Россия заинтересована в качественном развитии своих соседей, более того, бывших участников одного и того же политического объединения. У нас еще живые люди, которые там участвовали. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы все качественно развивались. Это такова просто естественная логика развития самой России. Россия заинтересована и в ваших рынках, и в развитии вашей инфраструктуры, потому что и здесь будут размещаться, сюда будут экспортироваться деньги, инвестиции с целью извлечения здесь прибыли. А они несут улучшение качества инфраструктуры, новые рабочие места, качество медицины, качество образования. К сожалению, мы видим, что Европейский Союз этого не дал. Страны, которые уже вошли в Европейский Союз, ничего этого не получили. Примером тому Румыния, Венгрия, Болгария, которые утратили свою экономику и не получили ничего взамен. Единственная успешная страна Евросоюза, которая получила действительно пользу от вхождения в Евросоюз, это Польша. Но это скорее исключение из правил, чем правило. Потому что поляки действительно получили очень большие ресурсы из Брюсселя, из Вашингтона на реконструкцию своей инфраструктуры. И они качественно воспользовались этим возможностью. Другие бывшие постсоветские республики ничего подобного не демонстрируют. Более того, очень плохая ситуация. И в Испании, и в Греции. Это старые страны, члены Евросоюза, в которых тоже очень плохая ситуация. Единственная надежда для жителей Молдавии в плане Евросоюза, это персональное личное трудоустройство в таких странах, как Италия, Германия. Италия, я так понимаю, в силу культурной близости. Но если говорить о инвестициях со стороны Италии, тем более Румынии, я думаю, что тут даже обсуждать нечего. Тут такого варианта не существует. Поэтому Россия вообще практически безальтернативный вариант. Это не означает никакого отсутствия культурной коммуникации с близкими культурными странами. Об этом речь не идет. Культура культурой, коммуникации к коммуникациями, образовательные программы совместные образовательными программами. Но экономическое взаимодействие, альтернативы с ним Россия не имеет. Кроме как с Россией не имеет. Россия более того заинтересована не только в том, чтобы с ней интеграция происходила, а в том, чтобы мы формировали единый региональный рынок. Потому что экономические возможности и Беларуси, и Украины, к которой сейчас сложные отношения, но ее потенциал огромен. Вы посмотрите, что там происходит. Вот они пошли по пути евроинтеграции. Там очень плачевная ситуация. Если же политики пересмотрят свою ситуацию, что тут сложно, конечно, представить. Потому что все наделали ошибок. Не только Украина, там и Россия наделала ошибок. Но если они пересмотрят эту ситуацию, то тогда открываются огромные возможности для развития. Более того, речь идет не только о Молдавии, но и о других странах бывшего постсоветского пространства, вот этой Восточной Европы, которые с нами имеют общую судьбу, общую культуру, в которых Россия до настоящего времени не заботилась о их жизни. Но сейчас у нас у самих происходит пересмотр позиций, пересмотр собственной истории. Мы видим, что мы-то точно так же ошиблись, обманулись с европейскими, даже не с европейскими, а с западными ожиданиями. У нас же то же самое было в конце 80-х, начале 90-х годов. И что мы получили? Ничего мы не получили, кроме обмана. И, кстати, у нас не просто закрывались предприятия, у нас их намеренно скупали и закрывали, чтобы избавиться от конкурентов. У меня даже в родном городе несколько заводов были закрыты специально западными компаниями, просто скуплены и закрыты с целью избавления от конкурентов, которые производили даже в постсоветское время качественную продукцию, которая пользовалась спросом на нашем внутреннем российском рынке. Не на международном, но на внутрироссийском рынке. И то же самое касается и бывшей Восточной Европы. Ну, не бывшей, а бывшего соцблока в Восточной Европе. Мы сейчас точно так же понимаем, что в наших усилиях, в наших возможностях, в наших, даже, это наша, может быть, историческая судьба, снова обратиться к этим странам для того, чтобы мы вместе начали сотрудничать, кооперироваться в вопросах развития экономики. Потому что и Венгрия, и Словакия, и Румыния, и вот эти восточноевропейские славянские и неславянские страны, которые обманулись точно так же, поверив западным ожиданиям, им выгоднее сейчас вместе с нами работать по развитию регионального рынка. Потому что это, собственно, наш регион, и мы друг с другом гораздо легче договоримся, чем ожидать каких-то преференций от дяди, простите за такую шутку, от дяди Сэма, который живет за много тысяч километров, и, конечно, не знает, что здесь происходит. Их интересует только геополитика, чтобы окружить Россию красными флажками, чтобы сжать Россию, создать максимально сложности для нас. Но ни в какой экономическом развитии для Восточной Европы ни американцы, ни британцы не заинтересованы. Они заинтересованы в собственном экономическом развитии. А мы знаем, что у них у самих сейчас падение уровня жизни происходит. Да, все еще это страны номер один в экономическом рейтинге, собственно. Они находятся на вершине пищевой цепочки экономической. Но как там стремительно ухудшается экономическая ситуация? Да, конечно, им сейчас дело не до Восточной Европы, чтобы заботиться о наших с вами проблемах. Им бы самим хотя бы остановить падение. Может быть, их сейчас ситуация многим и кажется лучше, чем у нас. Но там тоже очень большие проблемы. 40 миллионов человек находятся ниже черты бедности. А для очень богатой экономики это громадные цифры. И поэтому никаких надежд на то, что они займутся нашим экономическим развитием, за 30 лет не осталось. Только мы сами. И Россия является единственным драйвером, единственным таким танком, который тянет на себе все это, паровозом, который тянет на себе это экономическое развитие. И только Россия может обеспечить это развитие для всех стран региона. Владимир, вы затронули геополитику. Мне интересно, как так получилось, что... Я очень хорошо помню, когда рухнул Советский Союз. Я помню, когда действительно нарадовались и говорили, что это конец холодной войны. И чуть ли не братались. Как же так получилось, что мы опять находимся в полярном мире? У нас опять есть разделение на Запад и на Восток. Помимо этого, к Востоку еще подключился и Китай на сегодняшний день, я так понимаю. Как стало возможным, чтобы такие страны, как Молдова, стали разделителем или заложником вот этих самых геополитических интересов больших игроков? Ну, сейчас мир выглядит сложнее. Раньше была капиталистическая, социалистическая модель. И, собственно, Восток-то это был не азиатский Восток, а мусульманский, индусский, даусский. А именно Восток, в смысле Восток Европы. Запад Европы и Восток Европы. Россия вроде бы согласилась полностью включиться в 90-е годы в Запад. Она хотела стать частью коллективного Запада. Предпринимала усилия для того, чтобы стать частью коллективного Запада. Но оказалось, что Запад не готов принять Россию внутрь себя. Он не готов и по причине того, что он не готов переваривать эти ресурсы, не готов делиться властью с российскими элитами. И потому что существовали стереотипы, оставшиеся от холодной войны. В отличие от нашей политической элиты, где политики там во многом поменялись. У нас же новые, вообще, практические люди, которые пришли к власти, это новые люди. А в Соединенных Штатах и Великобритании остались ровно те же политики, которые вели холодную войну против Советского Союза. Они остались у власти до настоящего момента. Байден в 70-е годы еще ездил в Советский Союз. И, естественно, все стереотипы остались теми же. Посмотрите, они постоянно проговариваются. Они говорят с СССР в интервью. Коммунисты, большевики. Ничего этого нет. А реалии остались. Поэтому Россию вытолкнули. И она вынуждена формировать снова вот этот геополитический полюс. Но этот геополитический полюс уже на совершенно других основаниях. Россия в чем-то свободна от моделей холодной войны. Она стала действовать более гибко, более смело зачастую. У нее нет идеологических препятствий. Она не выбирает друзей по принципу приверженности коммунистической идеологии. Она смотрит более прагматично, более рационально. И в то же самое время, парадоксально, что у России, я сам удивлен, но демонстрирует наша страна коммунистические отношения к другим странам, к людям. Потому что везде, где приходит Россия, она выступает на стороне конструктивных сил. Там на Ближнем Востоке остановили войну в Сирии, в Африке. Я смотрю, там, где приезжают российские специалисты, войны, которые длились по 50 лет, останавливаются по намерению по волшебной палочке. И там решение находится просто элементарное. Оказывается, людям зачастую не хватало колодцев с водой для того, чтобы просто воду добывать для себя, для жизни, для животных, для полива растений. А французы-американцы не давали им решить этот вопрос. Хотя он копеечный, это не вопрос инфраструктуры, как, например, разрушенные инфраструктуры, которые существуют на постсоветском пространстве. Это вопрос каких-то миллионов долларов для того, чтобы целый регион обеспечить этими колодцами. И Россия действительно оказывается страной, которая конструктивно решает вопросы. Ее ноу-хау, то, что Запад перешел к такому разрушительному пути развития. Они видят, что технологии у них развиваются, но они недостаточно быстро развиваются, чтобы обеспечить им хотя бы сохранение качества жизни. Поэтому они перешли к максимально интенсивному ограблению всего мира, разрушению всего мира. Плюс они выработали внутри себя вот эти культурные нормы, модели, которые никак нельзя назвать по-другому как суицидальными. Это приглашение огромных потоков мигрантов, навязывание всем вот этой гендерной ЛГБТ-модели, пропаганда легализации наркотиков. В этом я бы усмотрел какой-то хитрый план, но я не вижу хитрого плана. Я не вижу там какого-то заговора суперэлит. Я вижу просто людей, которые запутались. Они ведут просто себя глупо и суицидально. Но они эту свою суицидальную политику просто ожесточенно навязывают всему миру. Но посмотрите, о чем думали люди в 50-е и 60-е годы прошлого века. О обществе справедливости, обществе прогресса, полетах в космос, продлении жизни. А что же сейчас получилось? Это вот эта гендерная модель навязывания сексуальных перверсий, пропаганда наркотиков. Ну простите, это же они предали свою собственную цивилизацию. Они предали вот этот прогресс. Они отказались от пути, который был логичным и рациональным. Это путь прогресса, путь гуманизма, путь улучшения качества жизни. Что нужно людям? Образование, медицина, качество жизни. А что им предлагают? Легкие наркотики, ЛГБТ и мигрантов. При этом такой же вопрос только по мигрантам, если говорить про Запад. Ну вот вопрос такой. Зачем бегут мигранты в Европу? Чтобы получить новое качество жизни. Светскую систему образования, медицину. А им говорят, вы приехали из стран с очень фундаментальными религиозными принципами. Речь идет о понятных и африканских, и ближневосточных странах. И вы, пожалуйста, оставайтесь внутри вот этих культурных норм. То есть люди приехали, чтобы сбежать из этих стран, а их опять запирают внутри Европы в этом же гетто религиозного фундаментализма. То есть европейцы запрещают католическую церковь, вообще церковь христианскую. А призверженцам других религий говорят, оставайтесь в своем религиозном гетто, не надо становиться светским обществом. Я много слишком ругаю Запад, но я хочу сказать... Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что у нас только были сейчас соцопросы проведены, 54% молдаван хотят отсюда уехать. Какая-то часть навсегда, а какая-то больше половины на какое-то время. У нас есть такое понятие, как диаспора. Знаете, с чем оно связано? Вы думаете, люди бегут из страны, потому что им не нравится то, что они бегут за прогрессивной жизнью? Нет, они едут за границу и живут в порой невыносимых условиях, потому что им, а, надо кормить семьи, б, потому что здесь нет рабочих мест. Потому что у нас старики в декабре месяце не включают газ, газовое отопление и ходят одеты. Знаете почему? Да, знаю. Потому что у нас 450 евро стоит газ. И пришли вот новые счета. И вы знаете, как это, когда человек не может заплатить, у него пенсия меньше, чем этот счет за газ? Альтернативы, кроме как вступлению в ЕС, это таможенный союз, я, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я не вижу. Потому что это действительно альтернативно, у людей нет. Потому что жизнь, да, достаточно некомфортная. Я согласен с вами. И я, наверное, если бы я жил здесь, ну, может быть, если бы я там не был гуманитарем, я тоже бы уехал. Но вопрос в том, что я думаю не о том, чтобы лично я уехал, а о том, что сделать, чтобы люди не уезжали. А чтобы они не уезжали, нужно сделать, чтобы жизнь здесь была комфортной. Хоть даже не сносной, а в первую очередь надо, чтобы она была сносной, но чтобы она была комфортной, чтобы люди понимали, что через 10-15 лет она станет еще лучше. Ну, что можно здесь будет жить. А для этого необходимо вкладывать деньги, ресурсы в инфраструктуру, в рабочие места, в качество жизни, больницы, школы, библиотеки, места досуга. Никто их сюда вкладывать, кроме России, не будет. Этой страны, другого региона не существует. У нас пока больницы и школы, как это сейчас вам скажу, это такое слово интересное заменили. Не закрывают, а оптимизируют. Это по всей Европе это происходит. Вот этот вал ковидных смертей в Англии, в Италии, в Англии не берусь, а вот в Италии, например, точно известно, что он связан с тем, что они точно так же по рекомендации вот этого Международного валютного фонда и Всемирного экономического банка в реконструкции и развитии сократили больничные места. Когда начался наплыв этих ковидных больных, оказалось, что их некуда. Наш президент прямо и открыто говорит о своем желании и о векторе проевропейском и в Евросоюз. И, кстати говоря, это происходит не первый год. Есть часть граждан, которые ее поддерживают. Вот у нас есть феномен той же самой диаспоры. И многие ассоциируют Европу с демократией, с стабильным экономическим положением. Как вы считаете, как вы думаете, по вашему мнению, с чем ассоциируют Россию, Беларусь, Евразийский континент, те страны, которые входят в Евразийский экономический союз или которые ведут переговоры по этому поводу? Может быть, у Евразийского экономического союза плохой имидж и вкладывают у нас пропаганду? Наверное. Я вас понял. То есть имидж не очень хороший. Нет, я не говорю, что имидж не хороший. Его просто нет. Я поэтому вам задаю вопрос. Нет, я согласен. Да. Действительно. Это то же самое, к сожалению, я видел в Украине. Потому что в 2013-2014 году тоже участвовал в мероприятиях по евразийской интеграции. И, к сожалению, да, есть такая слабая часть у России, плохая то, что называется soft power. Мягкая сила, образ не умеют создавать. И если создают, то он не доходит до людей. Помню, в 2013 году встречались на Украине с экономистами, политологами и показывали им цифры, выгоду от евразийской интеграции. Убедительно. Все убедительно. Но до людей это не доходило. И вообще, встречаешься со студентами в украинских вузах, они говорят, ну Россия это же Азия, там деревянные сортиры, покосившиеся избенки. А Европа это образ, там виллы, небоскребы. Но по факту Германия и Франция это успешные, Швеция, Норвегия, успешные экономические страны. Но они не ждут мигрантов и они не дают им условий для интеграции в собственное общество. То есть, вернее, они ждут этих мигрантов, но интегрироваться в их общество-то невозможно практически. Вопрос в том, что действительно Россия предоставляет эти возможности для развития, но эта информация очень часто не доходит до людей. И тем более не доходит в виде понятных образов. Вот просто бы сняли бы десятка, два, три фильмов про жизнь людей в простых российских городах, чтобы посмотрели, как люди сейчас живут. И поняли, что живут не хуже, чем, может быть, не в Германии, но не хуже, чем в той же Польше. А Польша это хорошая страна. У меня она вызывает уважение. Как раз пример хорошей такой евроинтеграции. А если говорить про то, какой образ существует, да, действительно, этого образа нет. И его необходимо создавать. Но это же мы с вами сейчас на передаче это не создадим. Я могу только сказать о том, что я вижу, конечно, что польза экономической интеграции, она реальная. Она заключается в том, что людям будет лучше. Простым, конкретным людям. И будет конкретно лучше прямо в ближайшие годы. То есть улучшение такое, что не золотые горы, но то, что у людей появится больше денег для обычной жизни, это произойдет мгновенно. То же самое, вот посмотрите, воссоединение Крыма с Россией. Как быстро Крым вполне по масштабам измерим с Молдовой. И речь идет, конечно, тут о политическом присоединении с Молдовой. Речь идет об экономической интеграции. Не политической, а экономической интеграции. Но экономическая интеграция точно так же лет за пять создаст серьезный эффект. Потому что я был в 2014-м, в 2013-м году в Крыму. И был там уже в 2018-м. Там небо и земля. То есть это две разные страны. Вся инфраструктура поменялась. Зарплаты выросли. Качество предоставляемых государственных услуг выросло. Поэтому я думаю, что при присоединении Молдовы и Молдавии к интеграционным проектам России, качество жизни резко улучшится. Кроме того, Молдавия сейчас, она разорвана между вот этими геополитическими блоками. Китай, он да, стал новым полюсом. Но он далеко, он не интересуется нами на самом-то деле. Если интересуется только как перевалочной базой, чтобы здесь какую-нибудь базу построить, чтобы ввести товары дальше в Европу, а не в Германию, Францию, а они вовсе не в Румынию, и не в Болгарию, и не в Венгрию, которые я тоже уважаю, но они не являются экономически интересными для Китая. И Молдова не является интересной экономической. Она разорвана, потому что у нас геополитическая борьба, борьба за эти сферы влияния. А присоединившись к нашему интеграционному процессу, Молдова перестает быть перифериной страной, а становится витриной для того, чтобы распространять наши интеграционные проекты в Европу. Потому что, как я уже сказал, Россия сейчас пересматривает всю историю последних 30 лет. Мы недовольны больше той ролью, которую нам предоставил Запад. Роль ресурсного источника ресурсов, корову, с которой с живой срезают мясо, нам больше не нравится. Мы сейчас переосмыслили, мы хотим реванша. И мы готовы предоставить и Восточной Европе, в том числе, новые интеграционные проекты без Запада. Вернее, без Запада, без Америки, без Великобритании. Основываясь на наших местных ресурсах, основываясь на наших специалистах, корпоративных управленцах, госуправленцах, которые уже показывают качество управления. Речь идет не о политической интеграции, а именно экономической интеграции. И мы готовы сделать Молдавию именно хабом для того, чтобы распространять наши проекты интеграционные дальше в Европу. Вот давайте о роли Молдовы как хаба для экономических программ России и Евразийского Союза. Мы поговорим после рекламы на 21-м канале. Реклама. Оставайтесь с нами. И все самое главное впереди. В эфире программа «Главные». И сегодняшний мой гость Владимир Киреев, российско-белорусский политолог. Владимир, продолжая тему вот этого, скажем так, благосостояния экономического, в первую очередь граждан, у меня вопрос, если мы, у нас есть общая история с Российской Федерацией, мы входили в Советский Союз как братская республика, А если мы братские народы, славянские народы, то почему для братского народа газ стоит 450 долларов? Газ – это коммерческий продукт, который предоставляется по рыночной цене. Россия заставляет свои компании, которые с государственным бюджетом, без государственного бюджета, продавать странам, которые входят с нами в экономический или военно-политический союз, по ценам сниженным. Это продиктовано нашей заботой о развитии местных рынков, о том, чтобы эта продукция этих стран была более конкурентоспособной, а люди получали ресурсы, скажем так, по комфортным для них ценам, более комфортным ценам. Молдавия не входит с нами в интеграционные процессы, проекты, является эмоционально близким, дружественным государством, но фактически экономическим конкурентом. Что это значит? Не экономическим конкурентом, мне неправильно выразилось, конечно, экономическим конкурентом-то не является, но просто страной, с которой мы торгуем сулубо по рыночным механизмам. Почему нет вот этих интеграционных программ? Это продиктовано отсутствием желания со стороны молдавской страны. То есть в том плане, что это было недостаточно сделано в предыдущие годы при формально дружественных России политических администрациях. Они вроде бы были дружественными, но шагов-то было недостаточно, потому что ничего по существу сделано не было. А сейчас новое руководство прямо говорит, что намерено отказаться от всех контактов с Россией и видит путь своей интеграции только в европейские структуры. Россия невольно говорит о том, что если современная молдавская власть взяла курс на евроинтеграцию, то пусть Европа, Евросоюз берет на себя ответственность за снабжение газом, полезными ископаемыми ресурсами, инвестициями. Это вопрос совершенно очевидный, потому что Россия, если от нее отворачивается, правда, не обязательно, непонятно с какой логики это будет необходимо сделать. Если бы Россия была совершенно сверхбогатым государством, каким-то фантастически богатым, у нее не стояла бы необходимость обеспечения собственного населения, собственной промышленности, а кроме того множество дружественных стран, которые вошли с Россией в интеграционные проекты, и экономические, и политические, и военно-стратегические, тогда Россия, может быть, оказывала бы поддержку и Молдавии, и другим бы странам. Потому что вот сейчас без шуток, совершенно без шуток, в Афганистане разворачивается голод. Там голодают женщины, дети, в прямом смысле. Но у нас тоже стоит необходимость им помочь. Но бесконечно мы помогать не можем, у нас просто ресурсов на всех нет. А если Молдавия готова участвовать, пересмотреть свою позицию, готова участвовать в каких-то интернационных процессах, я убежден, что хотя бы по газу цена будет пересмотрена. Но это должно быть связано с тем, что Молдавия идет навстречу, встраиваются какие-то интернационные процессы, и тем самым Россия берет на себя обязательства в том, чтобы своего партнера, союзника обеспечивать подобными ресурсами. Не только газом, речь идет не только о газе, и о других ресурсах. Владимир Путин об этом и сказал, что в Молдове было бы легче решать возникающие проблемы, если бы республика продолжала сотрудничество в рамках АЕС. Так, дословно говорю, мы знаем, как складывается сейчас ситуация в энергетике в Европе. Если бы Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов, легче, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Скажите, вы сейчас сказали о том, что правительство Республики Молдова отказывается, не откладывает, а именно отказывается участвовать. Да, это очевидно, это магистральный курс, фундаментальный принцип. Новое правительство, новая администрация говорит о том, что видит свое будущее только в интеграционных проектах Евросоюза, вообще западных интеграционных проектах. Тут никакого вопроса нет. Это конкурентные союзы, конкурентные интеграционные проекты. Я не считаю, что это обязательно должно быть так, что, возможно, в какой-то необозримой перспективе можем мы интегрировать интеграционные проекты друг в друга, но в современных условиях это невозможно ни при каких обстоятельствах. По причине того, что Запад ведет себя откровенно враждебно по отношению к России. Он прямо говорит, что мы хотим Россию додавить, мы хотим ее уничтожить. Мы не видим возможность сосуществования с Россией. Как Россию поддерживать страну, которая говорит о том, что она в этом интеграционном проекте готова участвовать, ну это нелогично. Поэтому в современной ситуации этого быть не может. У нас в стране есть такие настроения, которые говорят о том, что та цена за газ, которая у нас есть, это результат тех самых недружелюбных, скажем так, высказываний по поводу Российской Федерации. Сегодня в парламенте Молдовы была встреча с представителем Тихановской в Молдове. То есть представитель Тихановской приезжал в Молдову, и они собираются создать депутатскую группу за демократическую Беларусь. По вашему мнению, это будет иметь какую-то официальную реакцию? Я думаю, я уже не говорю про Минск, но и про Россию тоже в том числе. Да, но будет высказано. Я даже не думаю, что это требует какого-то специально ноты, или ноты протеста, или недовольства. Но это вызывает скепсис, по большому счету. Кто такая Тихановская? Тихановская человек, который непонятно кого представляет. Польское государство и Литва, говоря, и литовское государство заявляют о том, что видят в ней президента. Мы не видели, то есть она, центр сберком Беларуси, не признал ее президентом, признал, что она набрала очень мало голосов, недостаточно для того, чтобы, скажем так, даже выйти во второй тур, то есть ни второго тура не состоялось, никаких других данных у нас нет. Кого она представляет? На данный момент она говорит, что представляет белорусский народ. Но мы видим, что она представляет польское и литовское государства. Заявления подобные о том, что создается междепутатская группа по формированию демократии, носят недружественный по отношению к Беларуси характер. Беларусь – союзник России. Поэтому как реагировать Россия? Россия продемонстрирует свое недовольство, выскажет какую-то формальную ноту. Но какого-то реально большого возмущения это не вызывает, в принципе, потому что Тихановская никакой угрозы сейчас не представляет. И это просто насмешка над здравым смыслом. Ну, могут проводить столько, сколько угодно таких мероприятий. Они вызывают, разумеется, раздражение. Еще раз демонстрируют недружественность России. Но ни в коем случае не являются ни серьезной угрозой, ни позиции для переговоров. Зачем это делается? Просто сотрясение воздуха. По вашему мнению, это просто сотрясение воздуха, да? Да. Тогда давайте поговорим для Молдовы о более серьезной проблеме, которая, я думаю, уже не касается просто сотрясения воздуха, а проблемы Приднестровья. У нас в обществе все чаще говорят о том, что Молдову пробуют втянуть в какой-то, скажем так, региональный военный конфликт. А у нас вдруг появляется помощь США, военная помощь США. Мы собираемся с кем-то воевать или нет? Кто-то уже открытый, даже из аналитиков об этом говорит. Если все-таки так ли это, по вашему мнению, или это тоже сотрясание воздуха и отвлечение от важных экономических вопросов? Если да, то на чем вы делаете такие выводы? И что ждать Молдове и гражданам страны в таком случае? Действие Тихановской – это, конечно, сотрясение воздуха, но оно является частью общего плана. Давление на союзное государство, на ОДКБ, ЕАЭС, таможенный союз, на все интеграционные процессы, происходящие на постсоветском пространстве. Они не то чтобы связаны с Россией, они связаны вообще с любым проявлением субъектности на постсоветском пространстве. И ее приезд, конечно, часть общего плана, общей стратегии по формированию в такой атмосфере негатива, давления на нас. И то, что американские военные предлагают, скажем так, сценарий развязывания конфликта с Приднестровьем, нам известно. Потому что такие вещи проговариваются и в публичном поле, они не носят только кулуарного характера, они проговариваются в публичном поле. Я думаю, что молдавское руководство подталкивает к тому, чтобы, скажем так, разморозить этот конфликт. Я уверен, что это не нужно ни молдавскому, ни Приднестровскому обществу, что это не нужно никому вообще в регионе. Это нужно только американцам с целью втягивания России в военный конфликт. Почему? Потому что Россия имеет определенные обязательства перед Приднестровьем. Приднестровьем. Развязав конфликт, надеются, ввязая, втянуть туда Россию. Россию совершенно не нужно. Но пытаются втянуть. И таким образом создать еще одну горячую точку. Я очень надеюсь, что молдавское руководство, молдавское общество и предднестровское общество не поддадутся на эти провокации. Потому что никому нам в регионе это не нужно. Я уверен, что решить вопрос с Приднестровьем можно было бы за 30 лет многократно. Вопрос того, что, наверное, не было конструктивной позиции ни с одной стороны. И эту конструктивную позицию вполне можно решить. Но, к сожалению, сейчас, мне кажется, не то время, когда вообще стоит поднимать этот вопрос. Даже в самом мирном, самом конструктивном русле. Просто потому, что вокруг искры летят. Поэтому стоит ее подержать в замороженном состоянии. Но вообще, я считаю, что найти точки соприкосновения между двумя этими сообществами, Приднестровьем и Молдавием. Ну, как бы, я понимаю, что молдавское общество скажет, что Приднестровье – это просто Молдавия. А Приднестровье скажет, да нет, мы не Молдавия. Давайте я не буду вмешиваться в ваши внутренние вопросы, как вы их решите. Я главным образом считаю, что вопрос решить можно. Без кидания друг друга стаканами, бросания пустыми фразами, сотрясения воздуха шаблонами, Которые 30 лет звучат постоянно раз за разом, решить вопрос можно. Можно сесть, договориться, найти одну точку, одну позицию, другую позицию, разные сценарии. Постепенно можно этот решить вопрос, но его надо решать. А в данном случае предлагают не решить вопрос, а предлагают просто начать войну, в которой последствия могут быть очень серьезными для всех, кто здесь в регионе живет. Потому что это не будет одна локальная точка. Потому что зажечь-то пытаются, откровенно говоря, сразу в одной их местах. Мы видим, что формируют зону нестабильности на польско-белорусской границе, и на востоке Украины, и по другим точкам есть попытки разжечь конфликты. Поэтому, если им удастся создать еще одну точку, ну просто это будет для американцев успех, для американских военных успех, для американских стратегов успех. Но я не думаю, что это желательный сценарий для нас всех. И опять-таки я вернусь к тому, что я тем более считаю, что вопрос примирения между двумя сообществами возможен в рамках интеграционных процессов. Потому что внутри одного интеграционного процесса проекта мы легко со всеми договоримся. О любых вариантах. 17 декабря опубликовано на сайте МИД.Р. Вы понимаете, о чем я говорю? Что если с двух сторон все участники будут частью одного интеграционного процесса проекта, я имею в виду евразийской интеграции, договориться о том, чтобы найти точки соприкосновения, и как жить дальше, и как вместе найти формулу для существования, гораздо легче. Вы считаете, что формулой для решения, одной из формул для решения того самого замороженного Приднестровского конфликта является не его размораживание, а вступление или тесное сотрудничество, работа Республики Молдова в Евразийском Союзе? Как один из сценариев, конечно. Как один из сценариев? Понятно. 17 декабря на сайте МИД.РФ Россия обнародовала составленные ею проекты договоров США и НАТО о гарантиях безопасности. Я смотрела и слушала выступления. Эти предложения ограничивают роль Вашингтона и НАТО в странах бывшего Советского Союза. Я понимаю, что Россия хочет здесь прозрачности, подписания договора и не вступление этих стран в ЕС и как следствие НАТО. Скажите, не может ли это означать, что Украина и Молдова могут отложить в долгий ящик свое вступление в ЕС? Или все-таки Европейский Союз и США пойдут на вот эти недружественные шаги? По отношению к России, Россия поставила очень четкий ультиматур. Она носит ультимативный характер, потому что Россия откровенно чувствует опасность в том, что американцы напрямую готовы, планируют и даже в ближайшее время развязать крупномасштабный конфликт. Крупномасштабный конфликт не может происходить с Россией без применения ядерного оружия. Где оно будет взрываться? Оно будет взрываться в Европе, понимаете, над нашими с вами головами. Оно будет не в Америке взрываться в первую очередь, а здесь в Европе. И американцы хотят подальше от своей территории развязать конфликт против нас. И более того, они хотят и против нас, и против немцев. Потому что будут воевать, допустим, поляки с белорусами, Украина с Россией практически одни. Это один народ, славяне, говорящий практически на идентичных языках, внешне неотличимы. Что украинцы, что белорусы, что поляки, что там словаки. Это практически один народ, который разделен какими-то очень умозрительными границами. Да, с историей определенной. Но американцы будут далеко, а мы будем воевать здесь, уничтожая наших людей, уничтожая наши ресурсы. И кроме того, кто будет за это платить потом за восстановление? Немцы. Поэтому немцы основной экономический конкурент для Соединенных Штатов на данный момент. Поэтому американцы решают вообще все свои вопросы на европейском направлении с помощью такого конфликта. Но еще много аспектов, о чем вы говорили, по поводу ультимативности. Дело в том, что Россия хотела бы разделить эти интеграционные инициативы. Потому что вступление в ЕС Россию не настораживает так сильно. Скажем, да вообще не настораживает. Потому что ЕС – это экономическое, политическое объединение. Оно имеет некоторый конкурентный характер с Россией. Но не более того, некоторый конкурентный характер. Нас настораживает НАТО. НАТО – это военный блок, нацеленный против России. Никакой другой задачи у НАТО за все годы существования никогда не было. С момента создания НАТО всегда была нацелена против Советского Союза и ее правоприемника России. Никакого другого врага НАТО никогда не было. Они пытались переориентироваться, когда у нас были хорошие отношения в 90-е годы, на какие-то экологические проблемы. Но не пошло. Пытались заставить НАТО бороться с исламским радикализмом. Опять-таки, это не та дубина для решения такого маленького вопроса, по большому счету. В военном плане он незначительный. Поэтому снова все переориентировали на войну с Россией. Но американцы строят так свою полемику. Они говорят, вы хотите попасть в ЕС, Европа – это страны, на которые мы оказываем очень большое влияние. Вы должны вступить в НАТО, а потом вы вступите в ЕС. И ЕС будет платить за ваше экономическое восстановление. Мы видим, как оно платит. В Румынии, Венгрии, Болгарии, Греции, Португалии. Страна Прибалтики. Страна депопуляция идет. 30% населения покинуло территорию Прибалтики. Зарплаты там высокие, а цены еще выше. В итоге при этом, при этих ценах, эти зарплаты превращаются просто в голодный билет. Но, возвращаясь к вопросу о интеграционных проектах. Американцы говорят, британцы и американцы говорят, вы хотите попасть в Европу – вступайте в НАТО. А Россия отвечает, что мы с вами готовы интегрироваться на любых условиях. Но НАТО с европейскими странами, мы более того, готовы возвращать свою экономику, свою помощь в Восточную Европу. Я думаю, что речь идет вплоть до ГДР, вплоть до всех стран, которые оказались, скажем так, унижены и оскорблены этим негодным, некачественным, лживым интеграционным проектом, который предлагает Европа. Но Россия не так обеспокоена интеграционным проектом. Владимир, но они предлагают, а Россия не предлагает. И Россия предлагает. Россию, смотрите, российские-то предложения, они просто отвергаются. Россия напрямую говорит, вступайте. И ВДКБ, и ЕАЭС, и Таможенный союз. И Россия сразу начинает свои проекты по восстановлению экономики. То есть в том плане, что это уже происходит везде, во всех странах. Хоть одно правительство Республики Молдова как-то тесно работало в этих интеграционных программах? Нет. На мой взгляд, нет. В том плане, что были некоторые такие формальные слова, готовность уча, обсуждать. Но никаких решений, никаких шагов по продвижению в этом направлении не было. Потому что руководство Молдовы, руководство и соседних стран очаровано вот этим образом. Как вы сказали, что у России нет образа, а у Запада есть образ. И они очарованы этим образом. Им кажется, что вот они вступят, и жизнь наладится. Этого нигде не происходит. Но им все время кажется, что жизнь наладится. И они будут жить, как во Франции. Ну, я имею в виду не во Франции современной с мигрантами, а в какой-то выгодомной Франции. Фильмов там про 80-е и 90-е годы, где там Эйфелева башня, они сидят на Елисейских полях. Там, я не знаю, в таком воображении. А в реальности есть обнищание Восточной Европы, есть разграбление населения. Там есть работорговля внутри Евросоюза. И есть качественная жизнь для коренных европейцев, которые живут там много поколений, которые являются настоящими немцами, французами, которые занимают привилегированное положение. И в число которых у мигрантов, если они не обладают очень качественными профессиями, то есть они не профессора математики или там не программисты, шансов попасть в это привилегированное население. Владимир, вот смотрите. Я очень часто и много езжу по стране. Раз мы говорим об образе Евразийского Союза или Европейского Союза, я езжу много часто по стране, и вот ты едешь по дороге, по новой дороге, построенной, и там есть плакат, построенный на деньги правительства США. Я не видела ни одной такой дороги у нас. А у нас депутат от ПСРМ, от партии ПСРМ Богдан Цирк... Со стороны России вы не видели. Ну да, да. То есть со стороны России. Вот это было построено на деньги Российской Федерации. Я знаю, что во время пандемии Российская Федерация очень многого помогла. Нам предоставили вакцины. Огромное спасибо. Аппараты для ИВЛ, для дыхания, средства защиты, маски, автомобили и так далее и тому подобное. Огромное спасибо. Но опять же возвращаемся. Там мы всегда видим, есть плакат, есть надписи и так далее. Здесь нет. Богдан Цирк говорит о том, что в своей книге «Гражданство общества Молдовы» Он говорит о том, что у нас есть прямо огромное количество НПО, НПО-кратий, у нас культурные войны. Мы говорим о том, что у нас приходят к власти те, кто именно возглавляли эти НПО без опыта работы и всего остального. Почему таких вливаний нет со стороны Российской Федерации? Плохо работает государство Российской Федерации в этом направлении. Потому что я знаю, что во внутренней политике, я сам с этим работал, у нас была ситуация, что все НПО, некоммерческие организации, или как НПО, неправительственные организации, создавались до определенного момента только Западом. Это вот в 90-е нулевые годы все были прозападными, они все были антироссийскими внутри России. Но после болотных протестов лампочка зажглась у нашего руководства. Они над головой, они вдруг поняли, что они не замечали глыбу такую, состоящую из огромного количества этих некоммерческих организаций, которые ведут практически антироссийскую деятельность. Ограничили финансирование из-за рубежа, ввели ограничительные законы для финансирования из-за рубежа. И сами начали финансировать эти некоммерческие организации. И сейчас огромное количество в России некоммерческих организаций внутренних, которые получают финансирование от государства, от региональных бюджетов. Они выполняют и социальные функции, они занимаются и волонтерством, и помощью инвалидам, и воспитательными функциями, и разработкой проектов по благоустройству городов, и множество-множество других направлений. Просвещением, созданием некоммерческого кино. И оказалось, что все эти НКО мгновенно стали пророссийскими. То есть в том плане, что год-два они начали получать финансирование из другого источника, и они ментально перестроились, и идеология у них подверсталась. Ну и как бы у нас там нашлись общий язык с ними. Те, которые были совсем антигосударственными, они сейчас до сих пор есть. Вот мы видим даже по телевизору некоторые режиссеры, какие у нас заявления делают. Не будем лишний раз их упоминать. Но вот эти люди остались-то еще с 80-х годов. Это же люди, вписанные еще в эстеблишмент постсоветской России, такой либерально-демократической. И настроенные совершенно так по инерции антироссийские, антигосударственные, скажем так. Они антисоветские были настроены, а потом антироссийские по инерции. То же самое абсолютно необходимо сделать и у вас. Потому что, естественно, надо поддерживать некоммерческие организации у вас. Хотя бы какой-то определенный сектор необходимо создать. Я, Владимир, хотела не об этом сказать. Я хотела сказать, почему их организации есть, скажем так, про европейские, а почему нету пророссийских организаций у нас. Потому что их не создают, их не обучают, их не финансируют. Это есть такое. Это, к сожалению, общая проблема. Это не только в Молдове. Это то же самое, поверьте, в Грузии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии и везде-везде-везде. И еще вот я заметила такую интересную разницу. У нас есть такой феномен, как диаспора. Даже у нас появилось такое выражение, президент диаспоры, хотя это вопрос спорный. Мы говорим о том, что диаспора не живет в стране более 10-15 лет, но влияет на нее, экономически присылая сюда деньги и политически голосуя за границей. Почему огромная диаспора молдаван в России не так активна, по вашему мнению, как диаспора в Европе? Дело в том, что есть особенность такая культурная, интеграционная. Люди в разных средах ведут себя совершенно по-разному. Вот как пример. Индусы в Индии ведут себя, не демонстрируют экономических успехов. Индийцы в британском обществе оказываются очень успешными предпринимателями. Русские и украинцы практически один народ. Внешне, если никто не скажет, кто он, кто он, отличить практически невозможно. Но в американском обществе украинское сообщество образует диаспору, российское нигде не образует диаспору, растворяется. Русские обладают, как этнос, очень большим растворяющим характером, интегрирующим характером. Когда люди приезжают в Россию, они встраиваются в коммуникации с русскими и становятся больше общаться не друг с другом, а со своими соседями. Это почему? Потому что им комфортно, создаётся комфортная среда? Да, у русских есть такая особенность, что они перестраивают на себя всё общение. В том плане, очень легко, безнепринуждённо находят общий язык. И как бы люди, может быть, у нас не все не улыбчивые, голливудской улыбки у нас недостаточно, но легко находят общий язык. И практически большинство, есть небольшое количество народов, которые я знаю по социологическим исследованиям, не интегрируются в российское общество. Но большинство народов, приезжая в Россию, очень легко находят общий язык с русскими, образуют семьи, образуют дружеские компании смешанные. То есть, этнических каких-то сообществ, компаний, есть такое, но очень много интегрируется. Поэтому молдаване, они же русскоязычные, православные, на бытовом уровне обладают очень схожими культурными моделями. Поэтому очень легко и непринуждённо вписываются в среду. Я знаю молдаван, которые у нас с нами жили. И в большинстве случаев можно было догадаться только по фамилии. То есть, люди поддерживали коммуникацию абсолютно как наши. То есть, их незаметно было. Ну, в смысле, незаметно. Они были абсолютно обычными представителями нашего общества, такими, которые качественные наши жители. Не обязательно граждане, но часть нашего общества. Что бы вы хотели сказать? А вот, наверное, на Западе, не на Западе, а вот меньше. Я знаю, что у меня знакомые приезжают во многие страны, и в некоторых случаях быстро интегрируются, а в некоторых случаях, например, мои знакомые в Германии говорят о том, что прожив много лет, и в Соединённых Штатах, например, много лет, и при этом поддерживая дружеские отношения, обнаружили, что лет через 15 местное сообщество их за своих не считает. Поэтому я думаю, что вот эта ситуация, при том, что может быть даже экономически в некоторых странах комфортнее жить, но там есть барьер между своими и чужими, куда в свои проникнуть, даже родившись там на территории, невозможно. То есть этническая адаптация? Это разные культурные модели поведения в разных обществах. Интегрирующие свой-чужой, дистанция, поддержание коммуникации со своими, с чужими. – Что бы Вы сказали тем зрителям, которые сегодня смотрят эту программу и будут её смотреть в записи? – Я надеюсь, что мы найдём с Вами общий язык, и что вот это сегодняшнее правительство – это не окончательное, что мы с Вами сделаем общий интеграционный проект. И я надеюсь, что это только начало будет для дальнейшей большой истории, потому что нам нужно вернуть всю Восточную Европу себе. Нам нужно избавить их от этого лжи, фальши западной. Давайте развиваться вместе. Мы запускали в космос корабли, мы строили громадные заводы, мы строили океанские лайнеры, создавали медицину. Давайте снова вернём историю себе, откажемся быть периферией западного мира, откажемся быть их ресурсной базой, мы поставляем им людей. Не секрет, что и профессионалы уехали, женщины они забирают, они забирают наши ресурсы, деньги, они людей забирают, они выкачали женщин из многих стран постсоветских, все молодые красивые женщины уехали на Запад. Пошли они, чёрт, откровенно говоря, простите за выражение. Мы должны вернуть историю самим себе и выстраивать, строить цивилизацию, здесь сами по себе строить бизнес, хорошую жизнь. У нас для этого всё есть в Восточной Европе. Очень хорошо. Вот такая получилась сегодняшняя программа. Я хотела бы её закончить словами Махатма Ганди. Мы сами должны стать теми переменными, которые хотели увидеть в мире. Я благодарю Владимира за то, что был сегодня в студии. Я благодарю наших зрителей. Надеюсь, беседа вам понравилась. Всего вам наилучшего. Оставайтесь с нами. Всё самое главное впереди. Субтитры создавал DimaTorzok